Ола, амигос, на связи Матвей. В связи с тем, что опеки пофиксили способ устанавливать Fortnite на любое Android-устройство через АПК, вновь стал актуален вопрос, какой же телефон лучше всего покупать для комфортной игры Fortnite. Да-да-да, я знаю, что вы могли подумать, что я просто взял свое старое видео и сейчас скажу то же самое, но другими словами. Нет-нет, ребят, спешу вас предупредить, в предыдущих видео по данной теме я рассказывал 5 самых дешевых смартфонов на базе Android, которые официально поддерживают Fortnite Mobile 60 FPS. В этом же ролике я вам более буду рассказывать про комплектующие, на которые вы должны обращать внимание при покупке нового телефона на базе Android. Грубо говоря, я вам просто расскажу про самые минимальные характеристики телефона, на которых может поддерживаться Fortnite Mobile. Причем официально, потому что неофициально, его сейчас скачать уже никак нельзя. Ну и 60 FPS я на них вам тоже не обещаю, потому что сторонних способов по установке 60 кадров в секунду в нашей игре на данный момент нет. Но если бы был хотя бы один способ, уверен, эти телефоны бы без проблем поддерживали, ну, минимум FPS 40. Единственное, что я могу сказать, телефоны с характеристиками, которые я зачитаю вам в этом видео, продаются за очень приятные цены. Потому что, например, самый дешевый телефон, который официально поддерживает 60 FPS Fortnite Mobile, стоит 15 тысяч рублей. Лично для меня это уже дешево, но по себе не судят. По этой причине я и записываю данный ролик. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как я, играете в Fortnite на телефоне, обязательно оформите подписку. На данный момент это единственное действующее сообщество по мобильной версии нашей любимой игры. Также теперь я буду всегда зачитывать первых трех пользователей, которые оставляют комментарии под моим новым видео. Под прошлым видео первыми оставили комментарии Муншейк, Рекс и Котяра. Огромное вам спасибо, что смотрите мои видео первыми. Также не забудьте авансом поставить лайк, поверьте, видео будет интересным. Ну а мы начнем. Перед тем, как мы начнем, хочу сделать небольшое замечание по поводу того, что я скажу в этом видео. Вы смело можете верить всей информации, которую я оглашу в этом видео, потому что материал для данного видео я брал только с официальных источников, которые одобряет Epic Games. Что ж, давайте начнем. Думаю, в первую очередь, на что вы должны обращать внимание при приобретении нового телефона на базе Android, так это на его процессор. И процессор на вашем смартфоне обязательно должен быть основан на технологии ARM64. Знаю, что вы сейчас абсолютно ничего не поняли, так что давайте расскажу вам попроще. Прочее говоря, это система в вашем процессоре, которая определяет его вычислительную мощность. В начале десятых годов это было всего лишь 32 бита, сейчас уже 64. ARM вашего процессора на телефоне можно легко узнать, заполучив доступ разработчика через настройки. Ну а если вы приобретаете себе новый смартфон, вы можете узнать технологию ARM на вашем процессоре, узнав ее у консультанта. Он ее обязан знать. Понимаю, что это все скучно и непонятно, поэтому ловите список минимальных процессоров от Qualcomm, которые поддерживают технологию ARM64. А это именно Qualcomm Snapdragon 410, 610, 615, 808 и 810. Кто не понял, это минимальные требования к процессору на вашем смартфоне, чтобы Fortnite на нем официально поддерживался. Грубо говоря, это все процессоры, выпущенные в 2019 и 2020 году. Также есть пару флагманов из 2018 года, но их очень мало. Про процессоры Kirin, к сожалению, я достоверной информации найти не смог, но опять же ориентируйтесь на год выпуска 2019 и 2020. Так, с процессорами мы разобрались, теперь давайте поговорим про другие комплектующие телефона. Например, оперативная память. Благо, здесь все достаточно просто. Оперативная память вашего смартфона не должна быть ниже 4 гигабайта ZOO. Операционная система Android, неважно в какой оболочке, должна быть ниже версии 8.0. Ну а также графический процессор вашего смартфона должен быть ниже Adreno 530 от Qualcomm. Другие графические процессоры от других производителей это минимум Mali-G71, MP20, Mali-G72, MP12 или новее. Кто не понял, графические процессоры или как еще говорят GPU, это типа видеокарты, но только для телефонов. Их вы, как и другие составляющие вашего телефона, всегда можете узнать у консультанта, ну или в интернете. Ну а также, если у вас остаются какие-то вопросы по поводу комплектующих телефонов для комфортной игры в Fortnite, вы смело можете пообщаться именно с нами на эту тему, написав личные сообщения нашей группы канала ВК. Ссылку на нее вы найдете в описании. Ну а так, в принципе, какие смартфоны для комфортной игры самые дешевые я вам могу посоветовать. У Samsung, я уверен, это Galaxy A50, A70, A70S, ну и другие новейшие смартфоны серии А. У Huawei это, например, Honor 10, например, Nova 5T, P30, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro и другие. Вообще, если я сейчас буду перечислять каждый телефон на базе Android, который официально поддерживает Fortnite, этот ролик растянется примерно на минут 20. Поэтому всем желающим могу раздать полный список, только напишите в личные сообщения, опять же, нашей группы канала ВК. Пишите смартфоны, каких производителей вас интересуют, и мы дадим все, что у нас есть в базе. Ну и, в принципе, пока что на данный момент это у меня все. Если вы досмотрели это видео до этого момента, уверен, я вас чем-то зацепил, так что обязательно оформите подписку, если вы тут впервые и до сих пор не подписались, и поставьте лайк, если этого почему-то до сих пор не сделали. Также ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег-автор-мотивкар в вашем ждемном магазине Fortnite, смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрыны ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылку на нее вы найдете в описании. Таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. Ну а если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрыны ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд-сервере, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Обязательно отправляю это видео своему другу, который как раз-таки выбирает себе новый телефон на базе Android для комфортной игры Fortnite. Ну а если вы хотите узнать про топ самых лучших телефонов, которые официально поддерживают 60 фпс в нашей игре, чекайте предыдущие видео по этой теме, ссылку на которых вы можете найти в описании к этому видео, ну или по подсказочке в правом верхнем углу. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok